вот друзья попали мы в сырное королевство и главный сырный король у нас Денис на самом деле привет привет Денис наконец-то мы встретились после после долгих-долгих лет своего отсутствия в наших стенах вот спасибо что ты к нам зашел в гости спасибо тебе Денис это пригласил ну что пойдем попробуем поговорить о делах наших скорбных как говорил горбун помнишь покалякать да да это что такое что Денис еще раз здарова здарова дружище но как говорят у нас в истории Денис очень хорошо говорить по-русски да ну чуть-чуть научился 15 лет уже райский это по-эстонски никто не понимал как ты тут только слушай я вообще не нравюсь тебе да Денис вот как раз наверное те кто не знает я когда впервые приехал в Киев увидел тебя здесь хотел сказать увидел Дениса приехал и тут же вот вот прямо на на вокзале смотрю идет Денис я думал Денис сколько не видел ты же сюда еще раз ты же сюда попал наверное не просто так как я из праздного интереса мне здесь девушки понравились природа город ты же приехал сюда наверное по делам по делам но не не без не без природы города девушек поэтому да уже уже 15 лет назад на самом деле было давно приехал по работе работал на одно на одних итальянских товарищей очень таких в эстонии очень известных здесь здесь не сильно вот ну и как бы по туризму у меня попросили поехать в командировку там сначала на недельку на другую потом типа на месяц два три и вот с 2002 года вот я как-то вот уже в Киеве да здесь живу вот ну а ну да так так все таки устроено начинаешь жить в каком-то месте ты начинаешь к нему прикипать вот я это вполне понимаю потому что у меня такая же история правда гораздо более короткая чем у тебя да но как бы тоже так же хотя у меня было пару шансов уехать там приглашали на интересные работы там в эстонии но я как-то там верил вот у меня была там ровно тогда оранжевая революция вот как раз у меня тоже была тогда смена работы это 2004 год что-то да да но там 2004 конец там условно туризм я закончил и у меня было делим уезжать в Эстонию или здесь заниматься и как раз вот там там Ющенко общий такой вот настрой вот мы поверили начинали заниматься да все поверили да начали заниматься инвестиционным консалтингом и вот как бы так вот там привлекали инвестиции в Украину ну чуть попривлекали правда что потом с ними тут как бы сложно потому что тут многие многие те кто инвестировали они и мы сами там я землю покупал там впрочем была какая-то такая хорошая эйфория там хорошую вроде бы темы на волне такого интереса к Украине вот но это было давно и потом да потом но поскольку там с посольством у меня были хорошие контакты мне сказали открывается интересная должность вот и вот я пять лет здесь работал представителем Эстонии дипломатом Эстонии по торговле инвестиций и туризму в рамках там Enterprise Estonia здесь вот мы сидели по сути живут дипломатические работы да ну и как-то так вот такие мостики между Эстонией и Украиной там клуб если помнишь там у нас вот когда-то у нас было там на собраниях или каких-то там мероприятиях там до до 6 тысяч человек приходило там 150 компаний было списки ну то есть нормальный бизнес бизнес такой вот союз вот потом она конечно все посхлопывалось тут последние годы вот но сейчас снова начинается там снова начинается интерес уже может быть не такой большой инвесторы вот ну люди потихонечку приходят там кто-то того или кто-то там со своими товарами продает магазин открывает так что мы открыли магазин ну да я вижу сырное королевство да да меня все спрашивают а ты гражданство не поменял на меня я говорю конечно я не поменял потому что я же гражданин Эстонии как бы там не было ты что же не поменял у меня естественно там все я в Украине там постоянно имею вид на жительство у тебя же и жена из Украины и у меня кстати тоже поздравляю мы с тобой в одинаковой ситуации да ну и ты закончил с бизнес-представительством здесь в Эстонии то есть отработал я так понимаю контракт да там был там был срочный контракт ну там есть разные разные типы дипломатической службы есть карьерные дипломаты люди которые там растут там погоны условно у них там отожжать а вторая первая секретарь с вами до чрезвычайного полномочного посла вот и есть есть должности которые по которым дается там дипломатические полномочия дается по должности конкретно вот у меня был такой контракт на несколько лет пять лет и контракт закончился и ты решил не продлевать не на самом деле там был там была сложная история поскольку ну поскольку украине снова была турбулентность вот в министерстве нашим там была дискуссия в которой там мы все думали там что дальше можно делать и и оставлять или не оставлять вообще принципе представительства потому что инвестиции со стороны Украины сложно было ожидать экспорт в Украину тоже весь схлопнулся по причине там экономической ситуации ну вот ну как бы по туризму Украина в смысле для Эстонии занимает там по-моему место ну то есть не такое приоритетное и поэтому там в министерстве экономики посчитали бюджеты которые связаны с содержанием модных решили что офис будет закрываться ну и соответственно с окончанием моего контракта офис и закрылся вот и сейчас то что там я делаю сейчас делают в принципе экономические посольства которые занимаются общей культурой там разными всякими разными другими вопросами ну то есть и в Enterprise в Эстонии есть товарищи которые там странные сады и вот в Украине там приезжают регулярно ну как бы уже наездами делают и примерно тогда уже по окончании этой службы мы с друзьями знакомыми которые интересовались как раз Эстонии и я там поднял связи мы там сделали хорошую интересную поездку и мы увидели вот магазин похожий а с юста понинга да вот и как-то так этим все вдохновились пообщались 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 с собственником и ну как-то тут же во время поездки принято решение то что надо в Киеве такой магазин открыть потому что он слишком слишком он слишком хороший вот этот формат он ну как бы он должен быть потому что он добрый он теплый он домашний там и ну как бы мы не хватаем звезд неба мы просто там рассказываем про то как с рыб давать как вкусно кушать можно там с каким вином там и так далее вот и даем людям пробовать вот очень по-доброму относимся вот это подкупает нас тоже подкупил вот и мы решили в общем то что нужен должен быть такой магазин открыли первый вот этот конкретно этот первый магазин который мы открыли здесь 14 сентября 2015 года во-первых ну город Киев для меня действительно ну как бы Таллинн Таллинн маленький он он не то чтобы провинциально там как бы все такое все знакомое все знакомое знакомая разберенная жизнь там каких-то событий не так много если что-то происходит то там все потом говорят а потом знают ну то есть как в небольшом городе хотя в принципе да это столица государства вот Москва да у меня был шанс тоже в свое время там уехать в Москву Москва для меня вот я приезжаю вот этот веселин вот такой и ты вот понимаешь что там вот в день ты увидел столько всего там столько всего происходит ты открываешь там вечером куда бы пойти открываешь афишу а там аукцион аквариум зефир там условно все в один музыкальные мероприятия музыкальные мероприятия каждый из которых это в Таллине это событие на которые там люди полгода готовятся и здесь просто там в клубе там между делом отыграл там аукцион вот и там пришло 100 человек послушать ну то есть это вообще такой вот культурная жизнь она вот настолько вот а Киев что-то среднее условно то есть ты не тратишь время как Москве там в аэропорт там за 30 часа не выезжаешь то есть можешь как-то более-менее нормально вести качественную жизнь то что у тебя не все в транспорте происходит и в то же время масштабы такие интересные ну как бы такое мне встали не что-то королевство Малавата вот хотелось такой королевство ну и конечно там люди открытые интересные добрые девушки красивые ну как бы такое гостеприимство ну то есть вот такой вот очень много традиционных вещей которые привлекают да вот именно украинских ну да и это тоже ну имеется в виду вот скажем так по-человечески очень приятно находиться вот понятно что там экономическая вся и вот это все мосток который перерастает в коррупцию которая там мешает на каждом этапе там жизни это все ну сложные истории и поэтому жизнь не такая прогнозируемая вот вначале мне это там страшно нравилось да это действительно другие условия жизни ну как бы другие как бы правила которые ну не всегда прописаны просто люди как бы понятийно там так привыкли делать условно своего нового инспектор можно принести там и на 8 марта на день налога у инспектора ну да вот так коробку конфеток, оно же доходит до каких-то таких вещей то что право силы то есть не право закона стало право силы то есть если у тебя есть деньги ты можешь в принципе купить тех людей которые тебе подстроят всю ситуацию так что ты будешь в выигрыше ну то есть начиная там с банального там не важно прав ты или нет да не важно прав ты и нет если есть деньги, деньги решают вот и И поэтому мы возвращаемся в феодальный строй и назад по эволюции туда-куда-то в пещерный вверх. Потому что там, у кого есть мышцы, тот и сильный. Мне это не нравится. Потому что я не то чтобы не сильный, но я понимаю, что на любой лом будет лом больше. Даже если мы возьмем многие исторические вещи, а я увлекаюсь историей, даже в те времена главенство закона было, и аристократов вешали, и судили, и казнили, и много. Здесь же такого не происходит, к сожалению. Здесь я вижу, ты не спрашиваешь, но я отвечу, почему такое происходит. Мне кажется, не появился еще какой-то Че Гевара. Я не вижу, условно, личности, группы людей, которые возьмут на себя ответственность и скажут, да, нас, условно, нас могут убить, мы, может быть, будем неправы, но мы знаем, что вот так правильно, а вот это вот все неправильно. Вот эти все люди, там, условно, амнистия, либо вы уезжаете, либо мы нас сажаем. Вот и мы начинаем новую жизнь. Я беру на себя ответственность. Вот таких людей нет. И, ну, появятся люди, будет по-другому. Ну, не появится, будем дальше в этот, будут отрезать по кусочку территорию, и как бы все вот так вот. Но мы с тобой в политику не лезем, конечно. Но само по себе это неприятно. Но поскольку вся жизнь здесь, вот, и мы уже здесь, там, запустили, там, такой классный проект, у нас там 58 магазинов. А с чего вообще началась идея? Да, ты сказал, что мы увидели. Да, мы увидели, вдохновились, поговорили, поспрашивали. И, ну, на первых этапах нам, естественно, там, консультациями, там, контактами помогали друзья. И, ну, и, как бы, когда мы открыли первый магазин, нет? Это был 2013 сентября. Я помню, у тебя здесь была презентация, именно вот в этом магазине. Да, да. И мы приходили, пришли с Ольгой сюда. Да, да. Именно так, да. Это почти пять лет назад уже было. Вот. И, ну, как бы, люди приходят, да, людям нравится. Ну, понятно, ну, не всегда то, что как-то, условно, на что люди положительно реагируют, оно может окупаться. Вот. И у нас были сомнения того, что, ну, как бы, такой маленький, условно, домашний какой-то районный магазинчик, из этого можно сделать что-нибудь интересное. За статус, что дорогие миссиональные? Да. Так, даже еще, там, доллар стоил восемь, и, ну, как бы, у нас, я помню, одна из самых первых рекламных компаний была то, что молодая Гауда из Голландии по 70 гривен килограмм. Это было на 5 гривен килограмм дороже, чем, там, шостка, например, или какой-то. Ну, то есть это вообще невиданная роскошь, там, для украинского рынка. Вот, понятно, что это было, там, маркетинг и прочее. Вот. И потом, когда гривна рухнула, мы, естественно, очень сильно просели, было тяжело. Когда мы открыли первый магазин, ну, как бы, люди начали приходить, и очень хорошая, позитивная обратная связь. И про нас начали писать, и один из журналов, The Village, может быть, знаешь, какой был онлайн-журнал. Когда он написал, у нас тут было просто вообще-то паломничество. Приезжали люди, там, с Троещины, с Академгородка. То есть дипломаты, там, издалека, реально из других районов города. Всегда на поздники говорили, слушайте, ребята, вообще, вы, там, типа, от души, ну, вот нам вот открыли. И мы, там, за этим ездили куда-то, там, в Амстердам, в Лондон, там, и так далее. Вот открыли прямо у нас здесь под домом. И после этого, и вот после таких вот волной, что ли, такой позитивной обратной связи, мы решили, что, да, нужно это пробовать, там, открывать другие магазины, там, более центральных местах. Мы тогда успели до событий на Майдане, которые произошли, там, эти сотни, мы успели пять магазинов открыть. Но ты же не один здесь, вот ты говоришь, мы, кто такие? Ну, у нас, ну, как у нас группа, там, из нескольких инвесторов, кто-то участвует, там, больше финансами. Ну, вообще, моя роль, это концепция, обучение, медиа, там, в общем-то. По принципам товарищества, это что же может быть долей, долевым участием? Да, да, ну, у нас, там, долевое участие в бизнесе. И, ну, там, часто, поскольку я больше всего в телеке появляюсь, там, про меня говорят, что, Денис, владелец, там, все равно, я не владелец. Владелец, Владелец, это владелец, это владелец. Да, и у нас есть несколько партнеров, которые в разных, как бы, поскольку структура уже такая разрослась, то у нас, как бы, есть такие разные, разные секторы, что ли, с разной структурой владения. Вот, и, да, ну, вот моя роль в этом всем, скажем так, делать так, чтобы концепция была неизменной, это самое главное. То есть, ну, как бы, концепция всего того, что вот здесь внутри, это, ну, это вот, это моя роль. Второе, все, что касается обучения, там, организация школы, там, контент для школы, обучающие материалы, там, привлечение каких-то сторонних людей, которые, там, обучением занимаются. И третье, это, ну, поскольку я лицо проекта, то, соответственно, ну, везде, где, там, нужно какие-то интервью, там, еще что-то, или, там, выступление, то обычно не это. А в чем концепция заключается? Да, концепция, концепция, если очень коротко говорить, это атмосферный домашний магазин голландских сыров. У нас не только Голландия, у нас, там, сыры, скажем так, самые лучшие со всего мира, но это сыры, как бы, истинные, вот, именно из этого места, так называется, по-французски называется Апельсион. И это вы гарантируете? Да, мы гарантируем, если там французский, там, французский Рокфор, то это вот конкретно из места, где, которое может, где может ставиться штампик Рокфор. Если это, там, пози и сыр, вот здесь вот синие штампик, который IGP, ну, как бы, сокращение английское, то есть, это с региональным происхождением, с подтвержденным региональным происхождением то, что это именно оттуда. Вот, ну, и там, и все остальное, там, блин касается, там, и так далее. То есть, мы продаем истинные сыры, вот, то, какие они должны быть, чадер-британские, гауты. Да, и у нас есть обучение, ну, вот, как раз про обучение, там, начали, как, ну, как бы, что из себя представляет каждый сыр. Мы делаем, там, наши материалы, которые ребята читают, и мы делаем, там, допустим, создаем пары к сыру, какие-то джемы, конфитюры, там, ну, в баночках что-то. В вино. Вот мы берем, там, приходит к нам новый поставщик, мы начинаем, мы открываем вино, пробуем, и, зная, примерно, принципы сочетания, мы пробуем с теми сырами, с которыми, с которыми этот, это вино хорошо будет сочетаться. И подбираем хорошие пары, и, там, делаем условные методички. Ребята, ребята, как бы, через себя это пропускают. И потом, когда к нам приходят гости в магазин, у всех клиентов в магазине, мы как представлены с вами гостями, мы говорим, Сережа, ну, попробуйте, вот, мы вчера открыли, там, Sauvignon Blanc, вот у нас сейчас акционный. Sauvignon Blanc, там, из долины Мальбор, Новозеландский, мы вчера попробовали его с козьим, вот этим вот выдержанным сыром, это просто вообще волшебно было. Там, такая-то гамма, там, чуть-чуть вот этой животные нотки, так, ну, сливочность проявляется, там, в общем, они воодушевленно вот это раскатывают. И, ну, во-первых, они воодушевленно, во-вторых, они рассказывают, как бы, конкретные профессиональные факты, вот, ну, и людей, как бы, это подкупает, им приятно приходить, как бы, такой домашний магазин, где можно еще расширить свой кругозор и свое, ну, какие-то новые энергострономические впечатления. Прийти домой, протранслировать, рассказать, там, вовлечь в это все свои гостей, своих близких, там, друзей, родных. И потом прийти обратно, сказать, было вау, дайте мне что-нибудь еще, как бы, вот теперь, вот, мы делаем, там, с белыми, допустим, кислотными, там, минами легкими, вот, давайте что-нибудь теперь, там, с мощным каким-нибудь, там, красным, можете мне посоветовать. Мы говорим, хорошо, берем шеразмерло, там, какой-нибудь, там, торожи, вот, к этому такой-то сыр, там, какой-то баночка, вот, человек это все, там, ставит на стол и рассказывает, ну, мы ему рассказываем, как это все подать, как все рассказать. Он рассказывает, ему приятно, гостям, гости получают новые впечатления. И он снова приходит за новой порцией таких гастрономических гостей. Как в этом фильме Мимино. Я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно, если можно перефразировать. Я тебе так расскажу. Ты же сказал, что сначала был один магазин, потом это все разрослось. В каких городах это есть и сколько магазинов, и что это не секрет? Ну, вообще не секрет, естественно. Сейчас мы на прошлых выходных открыли 58-й магазин. Всего 58. Киев 10, Одесса 8, и все остальные в разных городах Украины. Вот последний магазин открыли в Кропивницком, бывший Кировоград. Все миллионники, естественно, Днепр, Харьков, Одесса, я говорил, Львов. На самом деле почти все города. То есть из таких крупных городов точно все покрыты. Из средних городов мы сейчас активно. Там Кропивницкий, Черноморск, вот мы открыли недавно. Черноморск. Да. Золотой теленок, да. Скажи мне, а насколько, вот какова рентабельность вообще этого бизнеса в Украине сейчас и вообще? Все-таки сыры по стоимости выше среднего. Как люди их покупают? Нет, ну люди покупают. Понятно, что мы не хватаем звезд неба. То есть это, ну, это крайне-крайне маленький бизнес. Каждый из магазинчиков, это вообще мелкая лавочка. Но, ну, скажем так, по рентабельности, если говорить по, скажем так, окупаемости... Я цифры не спрашиваю, но вот выгодно, невыгодно. Не, ну да, это выгодно, естественно. То есть мы, естественно, окупаемся. То есть те магазины, которые не окупаются, мы их закрываем. И когда там франчези приходят, и мы, скажем так, есть два таких самых-самых главных момента, которые мы с ними очень плотно вот так вот согласовываем. Это локация и директор. Потому что от этого и другого, в общем, очень-очень много что зависит. То есть по локации там может быть просто провальная, люди туда не будут приходить. И в случае, если директор не тут, ну, то есть человек с кем просто... Неправильный человек. Да, и он там с ним неприятно общаться или там... Или он не создает, да, вот эту атмосферу. Атмоска какая-то. Да, или наоборот, он там не администратор. То есть это должен быть такой вот микс, как бы таких вот человеческих хороших качеств и... Деловых. Деловых, да, управленческих, то есть в команде. Он с ними вместе, как, я не знаю, как старший брат. Ну, гады решают все это. Да, гады решают все. В общем, короче, вот есть вот такие две вещи. Если они, ну, присутствуют и как бы вот так вот в одном флаконе, как бы вот попадают, то, ну, магазин железобетонный будет хорошо жить и он всегда будет себя окупать. Вот поэтому, ну, как в этом, это нормальный хороший бизнес для человека, у которого есть там, условно, который хочет инвестировать в маленькую сумму, там, 30-40-50 тысяч евро. Вот это, ну, как бы это вообще не инвестиции. И там получить окупаемость там... Плюс удовлетворение то, что ты делаешь хорошее, красивое дело. Да, условно, это не покупка там какого-то, ну, чего-то, в чем нет души. Ну, то есть ты просто, условно, там, инвестировал деньги и там сидишь, смотришь, что ты тупо зарабатываешь. Да, и косишь купоны, купоны, да, с этого снимаешь. Вот здесь, да, и чем больше ты, как бы, увлечен в это дело, тем больше и самому приятно. И проникаешься этой идеей. Ну, потому что здесь же нет ничего такого, ну, как бы, все натуральные, все вино там, сухое, натуральное там, хорошее, ну, как бы, это, у этого всего нет, ну, как бы, ты никому не вредишь. Да. И ты можешь получить... То есть это со всех сторон благородный бизнес. Да, это благородное дело, вот, и ты получаешь удовольствие и рассказываешь как-то другим, людей вовлекаешь и от этого, ну, как бы, от этого появляется и обороты тоже. Что для нас с тобой немаловажно, что это благородный бизнес, который вызывает только уважение со всех сторон, согласитесь? Да, да. Плюс сыр, плюс сыр. Все-таки, я не знаю, как ты, но я-то уже вегетарианец, аж 16 лет, не устанет повторять. И этот бизнес не связан, ну, извините, может быть, это высокопарно или для кого-то неприятно с убийством животных. Скажи мне, а самый выгодный город по продаже, ну, все-таки Киев, наверное, или, может быть, Одесса? Ну, очень по-разному. По-разному? Да, ну, то есть нет такого, ну, как бы, это все решает, вот я говорю, все решает точка, локация и руководство. И бывает, ну, как бы, оно было все равно. Я не могу сказать, это не большие города, но имеется в виду, что там, если в больших городах есть много чего интересного происходит. Ну, и, в принципе, есть места, где купить, там, какие-то интересные деликатесы. Вот, когда мы открываемся, там, допустим, вот, в Кропивницком мы открылись, пришли люди, то есть, там, ну, там было много СМИ, средства массовой информации приходили, там, приходили интересные. Для местного региона это, наверное, было даже событием, да? Да, ну, имеется в виду, что мы, как бы, для них такое место, что ли, для какого-то развлечения, там, ну, просто прийти, там, получить какие-то новые интересные эмоции. Там, люди, которые, там, поездили, например, и они хотят красиво, там, эстетично подать стол свой, они приходят, спрашивают у нас советы, мы им советуем, как это лучше всего сделать. Они рассказывают, ну, как бы, в Киеве можно это сделать, в Киеве больше людей, которые этим интересуются, в Киеве больше, как бы, мест, где ты можешь получить вот такое, ну, как бы, такой, там, опыт, эмоции и знания. Вот, и, соответственно, чем меньше город, тем больше дефицитность, там, ну, в совсем маленьких городах, у них нет виномаркетов, у них, там, нет супермаркетов иностранных сыров или, там, какие-то иностранные такие, не очень интересные. Вот, поэтому к нам приходят, говорят, о, там, такие интересные деликатесы, я это видел где-то там-то, там-то, да. Поэтому, ну, как бы, им это, даже, от качества жизни заметно, вот, и поэтому в небольших городах идет хорошо, стабильно, вот, и будем дальше, ну, мы понимаем, что это, в принципе, не очень многие люди себе могут позволить, вот, хотя, ну, как бы, еда и нет. То есть, в общем-то, ну, сыр это супер, ну, кроме того, что ты говоришь, там, натуральный, вегетарианский и прочее, то есть, добрый продукт, то есть, он, он позитивный, по своей сути, кроме того, он очень сыпный, полезный и, там, условно, если ты возьмешь, там, какого-нибудь старого сыра. Ну, вот, давай сейчас как раз пройдемся, да, по сырам, я возьму камеру.